Привет всем, Каманчи – племя свободных, неукротимых индейцев, которое заслуживает отдельной истории. Каманчи пришли на южные территории Америки в 18 веке вслед за стадами бизонов. Они стали одним из первых племен Северной Америки, сумевшим приручить лошадей. Не зря их называют хорошими наездниками и охотниками, на ранних порах племя состояло из 8-10 тысяч человек. Поняв сильные стороны торговли с белыми людьми, они быстро стали превосходными торговцами, получив ружья. Первыми европейцами, встретившимися с племенем Каманчи стали испанцы, они не приняли всерьез силу этого племени, так как считали его малочисленным. Однако впоследствии испанцы поменяли свою точку зрения, поняв какой устрашающий народ поселился рядом. Каманчи устраивали набеги на европейцев и соседние племена ради захвата лошадей и пленников. Масштабы этих налетов принимали угрожающие размеры. Они быстро оттеснили сравнин племя Апачи. Испанцы использовали против Каманчи даже войска, но все их попытки были безрезультатными или наносили индейцам совсем незначительный урон. Индейцы не выходили на открытые сражения, стараясь растворяться, используя тактику. Бей и беги. Каманчи умело вели переговоры, заключая мир только в свою пользу и разрывая его, когда это было им невыгодно. Европейцы попытались пристрастить Каманчи к огненной воде, но индейцы от этого отказались. Племя Каманчи состояло из союза отдельных независимых племен, а это еще более усложняло переговоры о мире. Когда одни спят, другие воюют. Каманчи научились разводить лошадей, да и в деле угона чужого скота им не было равных. Стихии индейцев были стремительные, внезапные набеги, после которых они быстро растворялись. Отряды Каманчи выходили в набег маленькими группами, быстро и незаметно проходили расстояния и внезапно оказывались там, где их не ждали. В начале XIX века у Каманчи появились новые соседи. Силы Франции ослабли и американцы постепенно проникали в глубину континента. Первые встречи были скорее мирными. Для американцев территория Каманчи располагалась далеко, да и мир с индейцами приносил свои преимущества. Плюсом можно отнести, что Каманчи очень охотно включали в свой народ хороших ремесленников, а храбрые и ловкие люди могли стать воинами. Были случаи, что в набеги вместе с индейцами ходили белые мексиканцы, предпочитающие жизнь в племени. Встречались даже Каманчи-негры. Женщины также часто ходили в набеги. В 1835 году Техас присоединился к США и вышел из-под контроля Мексики. Чуть позже началась золотая лихорадка, и по территории индейцев хвынула волна белых переселенцев. Территорию индейцев окружили хорошо укрепленные форты, посты, большие поселения. В результате вспыхнувшей оспы численность Каманчи сократилась почти вдвое. Но вспыхнувшая гражданская война ненамного одолела участь индейцев, форты опустили, на счету был каждый солдат. Индейцы опять принялись за то, что умели лучше всего, нападая на незащищенные поселения, захватывая пленников и имущество. Тактика индейцев оказывалась достаточно эффективной, и карательные экспедиции приносили американцам горе и позор, куда чаще, чем успехи и славу, трудно поймать в степи ветер. Но вскоре было найдено слабое место Каманчи, которые в основе своей жили за счет бизонов. Основным продуктом питания было мясо животных, шкуры шли на постройку хижин. Численность бизонов на тот момент была несколько миллионов особей. Белые охотники изначально убивали бизонов ради шкур. За отстрел также платили железнодорожные компании, так как большие стада бизонов разрушали пути. А затем и чиновники и военные поняли, что таким образом можно укротить любое индейское племя, лишив его пропитания. Вокруг территории Каманчи начался повальный отстрел бизонов. Каманчи поняли суть катастрофы, угроза голодной смерти толкнула их на восстание. Куана Паркер, последний вождь, возглавил восстание. Индейцы начали нападать на охотников и гарнизоны. Солдаты и Каманчи многие месяцы вели отчаянные схватки, однако их исход был предрешен. Уничтожение бизонов стремительно подрывало силы индейцев. Теперь племя некогда гордых Каманчи больше напоминало партизанский отряд. Когда полковник Маккензи, возглавлявший американцев, предложил достойную капитуляцию, у Каманчи осталось всего полторы тысячи мужчин, женщин и детей. Их сопротивление было сломлено, Каманчи были загнаны в резервацию. Индейцы обязаны были продать стабуны своих лошадей, а на вырученные деньги купили овец и коз. Это был единственный шанс. Выжить для некогда гордого, свободного народа. В настоящее время в Америке живет более 15 тысяч человек, относящих себя к Каманчи, половина из них населяет резервацию. А на языке предков могут разговаривать только чуть более 100 человек. Вы можете подписаться на канал, будем рады.